Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Зима близко». В студии в Риге работает Вадим Родионов. Также в Риге, я так понимаю, Денис Ханов, но на удаленной связи. Это сейчас такая новая тенденция. Все говорят друг с другом, даже находясь в нескольких километрах друг от друга, но тем не менее используя удаленную связь. Но мы со звукорежиссером Родионом Золотаревым соблюдаем дистанцию в 2 метра. Находимся в одной студии. Здравствуй, Денис! Сегодня мы будем продолжать наш разговор о коронавирусе или о чем ты хотел бы поговорить? Я думаю, да. Здравствуй, Вадим! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Я думаю, что сегодня, хотя заставка наша или джингл остались неизмененными, на самом деле мы в переписке перед началом нашей программы уже пришли к выводу, что придется менять некоторое, скажем, содержание или вектор. И поэтому наше рабочее новое название было «Зима наступила». Будущее после катастрофы. Потому что несколько лет, наверное, подряд мы говорили о том, что что-то грядет. Мы анализировали политические тенденции, проблемы социальной политики, популизм, национализм и целый ряд других явлений, которые, к сожалению, нас отдаляют от демократического, плюралистического пространства. А так получилось, что буквально в течение нескольких недель коронавирус превратился в единственную, пожалуй, тему. Он затмил все, и не только в агенде СМИ, но и в быту каждого из нас. И на самом деле я думаю, что, с одной стороны, то, что сейчас происходит, можно разделить, скажем, на несколько уровней. Я как раз хотел бы поговорить в ближайшие, скажем так, минуты, и потом, может быть, и в следующий раз, а может быть, на протяжении нескольких месяцев, посмотрим, как все пойдет дальше, как раз о том, что будет происходить после вируса. Иными словами, я думаю, что так или иначе, благодаря нашим медикам, скажем, глобальной медицине, развитию, скажем, науки, человечество найдет противоядие против этого вируса. Будет найдена прививка. Уже сейчас происходят первые тесты. Совсем недавно в Америке одна женщина добровольно согласилась на то, чтобы стать носителем того вещества, из которого может быть создана прививка. Поэтому я думаю, что это вопрос недолгого времени. Все научные ресурсы сейчас брошены на то, чтобы попытаться найти эту прививку, и она будет найдена. То есть человечество не раз справлялось с целым рядом медицинских вызовов. Но до сих пор, в отличие от целого ряда других болезней, в том числе и хронических, таких как туберкулез, сахарный диабет и так далее, сейчас все затронуты этим вирусом в том смысле, что правительство действительно последние несколько недель во всем мире пошли на беспрецедентные меры для того, чтобы ограничить передвижение людей с целью того, чтобы, скажем, ограничить заражение и так далее, и так далее. Иными словами, с одной стороны, у нас как бы нечто апокалиптическое происходит, и я думаю, что у многих из нас есть ощущение, что мы попали в те самые сериалы и фильмы, которые раньше, удобно устроившись у экранов, мы смотрели там субботние воскресные вечера, когда не хотелось выходить на улицу, или читали соответствующую литературу. А теперь мы как бы вот вдруг перенеслись по другую сторону экрана и стали такими алисами, но не в стране чудес, а в стране кошмаров, потому что, собственно говоря, теперь мы заперты. Да, мы понимаем, почему мы заперты, но вопрос состоит в другом. Одна плоскость — это ограничение передвижения вируса. Здесь все понятно и ясно, что это общие тенденции и развитие. Я должен, кстати, сказать, что какое-то время назад, может быть, недели три назад, я сам довольно бурно и обиженно реагировал на подобные резкие ограничения, потому что, ну да, я глобальный человек, большинство из нас глобальные, это очень тяжело переносить. Это как бы один блок. Второй блок, а что сейчас происходит с нами в заперти? Хотя мы прекрасно понимаем, и я, например, следя за СМИ в Германии, хотя сейчас я уже несколько недель в Риге, я вижу, что, да, немцы отреагировали очень дисциплинированно, скажем, поддерживая позитивные стереотипы. Да, они не собираются больше на полянах, на теннисных портах или где-нибудь, не знаю, на улице, в кафе. И, по сути дела, дальнейших более суровых ограничений не предполагается, потому что люди правильно отреагировали. Но, с другой стороны, я сейчас постоянно слушаю немецкое радио, понимая, что люди начинают думать, а что будет дальше, что будет после вируса. Ну, допустим, продлиться это все даже, может быть, до осени. Это, конечно, самый тяжелый и самый темный сценарий, в который я не хотел бы верить. Но а что будет дальше? Именно поэтому, я думаю, мы могли бы поговорить на эти темы в ближайшие наши передачи. Поэтому и вторая часть нашей заставки – будущее после катастрофы. С одной стороны, это, конечно, чудовищная катастрофа для человечества, потому что каждый день уносятся тысячи жизней, а они невосполнимы, никогда не будут восполнимы. И это всегда будет печаль и траур тех, кто потерял этих людей. Это всегда будут врачи, которые будут осознавать, что они ничего не смогли сделать. С другой стороны, в предыдущей программе мы уже говорили о том, что коронавирус, как бы это, может быть, не звучало цинично, но, поверьте, во мне сейчас нет цинизма, коронавирус – нечто большее, чем вирус, который сейчас трудно остановить, вирус без прививки, вирус, который уносит человеческие жизни. Это вирус – показатель последних десятилетий, собственно говоря, состояния мировой экономики, я бы даже сказал, больше состояния человечества. Не знаю, насколько некоторым из наших радиослушателей это может показаться абстрактным, может быть, болтомнёй, но в любом случае не такова моя интенция. Я предполагаю задать вопрос, как бы, Вадим, нам с тобой и, собственно говоря, нашим радиослушателям и попытаться поговорить вслух о том, что говорит вирус, количество заболевших и количество скончавшихся, о том, что происходило в каждом конкретном обществе на протяжении последних десятилетий. Посмотрите, что творится в Англии. И какая бы это ни была суровая и жестокая ирония судьбы, но только-только, наконец-то, господин Джонсон выполнил обещание своим избирателям, спас Великобританию от европейского сообщества, которое высасывало последние соки из этого острова несчастного. И теперь, собственно говоря, нет ни европейской поддержки, ни европейской солидарности, в смысле финансов, конечно же, и так далее, и так далее. То есть это, в принципе, это такая действительно очень жестокая ирония получилась, что, например, Великобритания сокращала десятилетиями инвестиции в здравоохранение, происходила тайная и явная приватизация, т.е. прихватизация, которую мы хорошо знаем. Посмотрите, что происходит в Италии. Мы уже говорили об этом несколько недель назад. И я даже говорю о том, что можно задать вопрос, а почему так сокращалось, например, сокращалось финансирование именно бюджета здравоохранения. Потому что это не только цифры, это не только бюджет, это не только портфель, это не только обсуждение в парламенте. Это отношение общества. Например, в той же немецкой прессе, параллельно с тем, что они, естественно, заняты большим количеством заболевших и скончавшихся, и так далее, и так далее, они, например, думают то, о чём у нас вообще никто не говорит. Например, о солидарности с совсем отвергнутыми или слабыми группами, или группами риска. Речь не идёт о возрастах, речь не идёт о пенсионерах. Речь идёт, например, о тех самых несчастных детях и взрослых, которые находятся на той же турецко-греческой границе, о которых напрочь все забыли, а вот просто, скажем, как будто бы не существовали. Немецкая пресса, и в этом смысле я действительно должен сказать без прикрас, я просто поклонник качества немецких СМИ. Я не говорю о техническом обеспечении и так далее, это всё на высшем уровне. Речь идёт о том, какие темы, какие мысли приходят в головы редакторам, какие темы проходят через вот эти гейткиппинг, то есть как бы через фильтры редакции, что появляется в СМИ и к чему призывают людей подумать. Не только о том, что нужно как хомяки закупиться туалетной бумагой, а как раз это и осуждается, и не только о том, чтобы, в лом геря, своя рубаха ближе к телу, но, например, сегодня в Шпигеле появилась статья о гастарбайтерах из Восточной Европы. Может быть, это даже чьи-то родственники из тех, кто сейчас нас слушает. Может быть, это кто-то, молодой слезарь из Латгальской деревни, в которой вообще никого не осталось. И они думают о том, что эти люди наиболее подвержены риску, потому что у них, как правило, нет ни социальных выплат, если они работают как-то нелегально, или что называется, шварц. И мне очень нравится то, что немецкое общество может себе позволить, и речь не идет о финансах, и это не всегда экономика, и это не всегда налоги, и это не всегда валовый национальный доход. Речь идет о том, что эти люди думают о гастарбайтерах из Восточной Европы и предлагают эту тему в СМИ в качестве составной части агенды. В Латвии я этого, к сожалению, не слышал. Мой опыт, когда я время от времени, как, скажем, условно говоря, я как нечто странное выбрасываю на рынок идей, мысли о том, а давайте все-таки примем тех же детей. Вот, например, немецкое правительство не отказывается от этого. Они до сих пор собираются делать. Немецкие клиники сейчас принимают особо тяжелых пациентов из Италии. Я считаю, что это потрясающе. Если честно, я горжусь немецким обществом. И в то же время мне печально, что доминирующее настроение в латвийском обществе все-таки ксенофобично, оно все-таки нацелено на самоизоляцию. Я не говорю сейчас о том, что предписано нам врачами. Я говорю о самоизоляции длительной. Я говорю о структурах мышления. Именно поэтому, говоря о том, что будет после кризиса, к кризису в какой-то степени привело не количество зараженных. Давайте все-таки не будем играть статистикой и посмотрим, сколько людей каждый год умирает от других видов гриппа с теми же сражениями и в тех же возрастных категориях. Да, у нас звонок, Денис, давай его примем. Так, только что был звонок и появился снова. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Лариса. Да, Лариса. Вы знаете, недавно один работник похоронного бюро спрашивал у кого-то из экспертов, сколько вирус сохраняется вот в умершем. А сегодня прошла информация, что в Елгове работники похоронного бюро заразили. Да, очаг там выявлен был. Да, вам не кажется, что мы можем вернуться к средневековью, когда частные дома и целые районы чумные поджигали? Потому что людям не докажешь. Люди, мне кажется, уже возвращаются в первобытное состояние очень многие. Спасибо. Да, спасибо. Но я здесь добавлю, что вот несколько звонков, которые мы приняли в эфир на прошлой неделе, они действительно свидетельствуют о том, что меняются настроения. Один из людей, который представился как сварщик, предлагал свои услуги заваривать людей в квартирах, которые сидят на карантине. Второй предлагал вывозить людей без определенного места жительства куда-нибудь подальше от Риги на 101-й километр. Такая черта оседлости. В общем, тоже мы это уже проходили в разных вариациях в истории, ну и были потом люди, которые их поддерживали. На самом деле ведь все меняется, и то, что сейчас сказала наша радиослушательница, казалось бы, еще может быть недель, несколько недель назад, казалось бы, невозможным, то сейчас это становится таким ощущением, ощущение возникает, что это может быть реальность. Я должен сказать, что для меня, как для культуролога в этом смысле, конечно, очень интересное время, период, когда я могу наблюдать за теми процессами, о которых я довольно абстрактно или абстрагировано рассказываю своим студентам, как раз о тематике, допустим, о таком явлении, как культура. То есть, с одной стороны, мы, как существа физические, находимся, условно говоря, в рамках природы, мы смертны, и мы следуем каким-либо, скажем, законам природы, и не можем выйти из них, мы не можем их обмануть. А с другой стороны, у нас вроде есть тонкое напыление, такая эмаль культуры, то, что мы разработали тысячелетиями в разных цивилизациях с разными сценариями гибели цивилизации. Но мы теперь видим, что наша цивилизация тоже, в принципе, очень хрупкая, и совсем недавно, присоединяясь к комментариям нашей радиослушательницы, я прочел статью о том, что во Франции недавно забросали камнями скорую помощь, которая везла больных коронавирусом в больницу. То есть, мы видим, что на самом деле массовая истерия может возникать в любой период истории человечества, и нет того периода, который подвел бы красную черту и сказал бы, условно говоря, или дал нам понять о том, что нет, теперь мы вступили в то светлое, просвещенное будущее, о котором мечтал господин Кант из Кёнигсберга. Здесь я должен сказать, что совсем недалеко в 40-е годы 20-го века во многих странах, не только в Германии, люди обрекали на смерть других людей, потому что верили в то, что эти другие заключенные являются людьми низшего уровня, низшей расы и так далее. И это не средневековье, это было, условно говоря, два поколения, три поколения назад. Так что в этом смысле, да, я думаю, что если мы говорим о том, что зима наступила, зима действительно пришла, она пришла скорее как явление, с которым наше общество справиться, наверное, сможет технологически, но будет тяжело справляться с точки зрения гуманитарно-социальной, я бы сказал, коммуникационной, потому что, например, сейчас уже чувствуется нарастание нетерпимости, та же немецкая пресса, которую я всё время отсылаю наших радиослушателей, начинают задаваться серьёзными вопросами о влиянии, скажем, длительного массового запрета на, допустим, там, социальные контакты, там, передвижения на психику, на коллективные эмоции людей. То есть мы можем прекрасно себе представить, наученные XX веком, что коллективные эмоции играют огромную роль в истории, и они могут стать очень мощной энергией, которую кто-то может направить. И вот именно здесь, я думаю, так как пришло, видимо, время скоро нам отправиться на короткий перерыв, здесь я хотел вторую часть нашей программы посвятить как раз рискам того, что принесёт этот вирус не только для организма, а для, условно говоря, социального организма, для социального тела нашего общества, Европы в целом. Да, сейчас делаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут мы прервёмся, потом вернёмся и продолжим. Программа «Зима близко». Денис Ханов с нами на прямой связи, оставайтесь с нами. Вот так стремительно мы вернулись в эфир, не успев выйти, время сейчас неспокойно, рекламы тоже, судя по всему, не очень много. Да, Денис, мы возвращаемся и говорим мы сегодня о том, что происходит о карантине, о режиме самоизоляции, о нашем восприятии этой ситуации, потому что кто-то говорил о том, что вот для передела мира есть два варианта, это либо война, либо эпидемия. Ну вот нам повезло или не повезло, тут, наверное, вопрос спорный, с эпидемией. Всё-таки мы получили эпидемию, пандемию, и сейчас вот такой передел мировой, который, возможно, я подчеркну, возможно разделит мир на до и после. Вот как ты считаешь? Видишь ли, передел это всё-таки понятие из лексики, скажем так, мирового империализма, которым меня когда-то как школьника там во втором-третьем классе пугали, когда у нас была пионерская правда, и у нас была политинформация, и вот нам показывали фотографии пузатых капиталистов во фраках и котелках, почему-то всегда они были одеты так, как будто бы собирались идти в оперу. И часто у них были там окровавленные руки и так далее, и они, естественно, пользовались другими регионами. Но если перейти от этих плакатов к реальности, то да, я думаю, после того, когда всё закончится, ясное дело, что нас ждёт глобальная сильнейшая рецессия, нас ждёт спад экономики. Ясное дело, что, опять же, это будет цикл, и мировое пространство сможет оправиться, оно могло оправиться от войн и катастроф, которые переживали в 20 веке дважды, 14-18 год, 39-й, 45-й и так далее, и так далее. Я думаю, что в этом смысле, потеряв время, мы снова вернёмся к какому-то экономическому уровню, показателям, условно говоря, до. Какое-то время, после 90-х годов было популярно, говорит, там, о 13-м годе, до Первой мировой войны, ну, значит, теперь у нас будет до марта 2020 года. Но дело не в этом. Дело в том, что, как я уже упомянул, само развитие и динамика вируса есть не только способность этого вируса перепрыгивать от одного к другому, но и способность здравоохранения, способность государственного бюджета, а это значит, по сути дела, политики, а это означает нас самих, по сути дела, быть способными на изменение отношения к целому ряду очень важных вещей. Во-первых, это социальный бюджет. Говоря о Латвии, чтобы совсем не растекаться, скажем, словом по древу и по миру, вернёмся к нашей Родине. Говоря о Латвии, мы видим, что, по сути дела, примитивнейший неолиберализм в экономике процветает у нас с начала 90-х годов. Он не меняется, хотя, с одной стороны, избиратели, электорат ожидают, и об этом говорили многие учёные-социологи, не мне их дополнять. Электорат ожидает, скажем, в какой-то степени чётких социальных гарантий стабильности, такого почти коммунизма. А с другой стороны, мы ведём себя по отношению к другим социальным и экономическим группам очень жёстко, я бы сказал, равнодушно-жестоко и очень неолиберально. То есть, иными словами, я считаю, что после этого кризиса в Латвии необходимо будет создавать основы для новой формы солидарности. И солидарность больше не должна попахивать каким-то социалистическим прошлым, как это часто я вижу в довольно таки агрессивных и упрощённых реакциях моих латышских интеллектуалов и коллег, которые всё ещё считают себя пострадавшими от социализма. От него страдали все, от советского режима страдали абсолютно все. И именно поэтому я считаю, что на данный момент пора как бы закончить фыркать и говорить, ах, это опять лексика периода Центрального комитета Коммунистической партии. Нет, солидарность и, по сути дела, социалистические темы и формы в экономике, в культуре, в политике должны появляться, они должны вернуться. Потому что, по сути дела, никто не мешает обществу выработать новую версию социальной солидарности, скажем, взаимопомощи и то, что у нас происходит на уровне каких-то конкретных акций по защите животных, помощи престарелым людям или акции по сбору денег на Рождество. Это всё немножечко диккенсовские рассказы. Это всё немножко, скажем, зелёная ёлка, игрушки и помощь бедным из периода королевы Виктории. Или рассказы Эмилия Золя о женщинах, которые выходили из кареты, посещали несчастных женщин, которые работали там, или жёны шахтёров. Это всё немножко старомодная, ограниченная форма благотворительности. То, что нам необходимо, это необходимо, по сути, создание новой левой идеологии, скажем, социальной солидарности. Это означает, что нужно будет дотронуться до тем, скажем, условно говоря, налога на особо большие доходы, налога на роскошь и так далее, и так далее. Условно говоря, если худеть, то худеть должны все. Элиты должны научиться делиться. Элиты должны начать задумываться о социальной стабильности той среды, в которой они свои капиталы создали. Потому что сейчас убежать больше некуда. Мы можем... Да, мы тебя слушаем. Ну, я напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Вы можете также звонить. Денис Ханов у нас на прямой связи. Также пишите в WhatsApp 2306191. Говорим мы сегодня о коронавирусе, о последствиях. Потому что продолжая твою мысль, мне кажется, очень важным, что сейчас мы добровольно соглашаемся на закручивание гаек. Это объяснимо, это оправдано, потому что это делается для того, чтобы ограничить распространение коронавируса COVID-19. Вопрос в другом. Вопрос в том, готовы ли мы к тому, что потом придется возвращаться назад, и готовы ли власти потом будут открутить эти гайки, которые сегодня закручены. Потому что, будем объективны, многим нравится идея сужения демократических свобод в управлении государством. Это такое эффективное. Несомненно. Посмотри, как легко теперь... И потом не очень легко гаечным ключом обратно повернуть. Как легко, на самом деле, использовать этот вирус. На него можно теперь будет списывать любые недочеты, убытки, растраты и так далее. Я все-таки предполагаю, что какой-то уровень качества политики у нас меняется в лучшую сторону. Но, с другой стороны, мы знаем, что в политическом, скажем, спектре это можно будет легко использовать. Что касается гаек, здесь бы я менее драматизировал, потому что все-таки Конституцию никто не отменял. Хотя у нас в нее часто залезают не очень чистыми руками те, кому не лень. Все, кому не лень. И дополняют ее всевозможной чепухой. Но я думаю, что все-таки Европа в рамках ЕС вернется к ситуации до этих ограничений благодаря конституционным механизмам. В Германии уже сейчас идет речь о том, как, собственно говоря, планировать возврат обратно. То есть, понятное дело, что есть целый ряд механизмов введения такой ситуации. И есть механизмы того, как из нее выходить. Например, посмотри, опять же, коронавирус опять поставил границы в Восточной и Западной Европе. Если, например, французский президент, да, очень жесткие меры, но они нацелены на то, чтобы, условно говоря, система здравоохранения просто не рухнула. То же самое в Великобритании, в Германии, в других странах мы видим катастрофу в Италии. Но это не катастрофа, потому что, условно говоря, Всевышний наказал итальянцев. Ничего подобного. Это катастрофа социальной политики государства, которая... И опять же, государство — это все-таки мы. Государство — это общество. Государство, оно не висит где-то абстрактно, как люстра у меня под потолком. Это не автобусная остановка, на которой я прохожу, вхожу в автобус и еду дальше. Это мы. И государство есть суть наших собственных интересов. Каким образом мы сами в какой-то степени виноваты в том, как европейцы, что во многих странах система здравоохранения на таком уровне, что резкий скачок заболеваний может просто привести к тому, что там все рухнет. Да потому что тысячи специалистов из балтийских стран, из Восточной Европы, тысячи медсестер квалифицированных, обученных, талантливых, трудолюбивых уехали, потому что это были ничтожные зарплаты, это были переработки, это было переутомление, выгорание и так далее. Посмотрите, какие политики приходили к власти, на что они тратили деньги на протяжении 30 лет в Латвии. Посмотрите, с каким восторгом мы выбираем тех, кто рассказывает нам сказки. С каким восторгом мы выбираем тех, кто, условно говоря, мы с тобой одной кровью, выбирая примитивный национализм вместо прагматического отношения к экономике и к социальной политике. Десятилетиями мы боимся ввозить иммигрантов и гастарбайтеров, которые будут не только экономику поднимать, но и платить налоги, если мы будем уметь качественно собирать эти налоги, предоставим этим людям возможность работать. Посмотрите на пустевшие деревни и сокращающееся население маленьких городов. Откуда найдутся врачи и медсестры, которые могли бы справиться со взрывом количества больных. Запреты – это всё, конечно, хорошо и здорово. Они помогут предотвратить вирус. Но за запретами давайте всё-таки не будем себя сами пугать до такой степени, чтобы не заглядывать за занавес. Запреты – это ещё в какой-то степени объявление банкротства, социального бюджета и социальной политики. Очень многие государства Европы и мира. Да, звоните нам, присоединяйтесь, у нас не так много времени остаётся до конца эфира. Напомню, что Денис Ханов с нами на прямой связи. Говорим мы сегодня о мире, который, скорее всего, изменится после коронавируса, потому что такая беспрецедентная история, коснулась она всей планеты. Здесь мы наблюдаем такое беспрецедентное единение и разъединение. Вот такая парадоксальная история с нами происходит. Значит, наверное, здесь можно как раз вспомнить вот эту знаменитую фразу «Чума на оба ваших дома», «Мир подходил к какому-то кризису и случился коронавирус». К счастью, для нас всё-таки коронавирус – это не чума, это не эбола и не холера, то есть это заболевание, которое опасно, его нельзя недооценивать, но тем не менее всё-таки процент летальных случаев не столь велик, как при тех, скажем так, заболеваниях, о которых я уже упомянул. Но для перезагрузки этого достаточно. Мир всё-таки сейчас перезагружается. Мы находимся у кнопки рестарта, как мне кажется. Вот вопрос в том, перезагрузка пройдёт и что-то изменится, или мы просто перезагрузимся и начнём жить так же, как жили до этого? Я во многом скептически отношусь к какому-то резкому изменению ситуации. Я думаю, что человечество не учится, мы это видим на протяжении 20-го столетия, столетие, которое обладало всеми знаниями для предотвращения катастроф, но не сделало ничего, чтобы катастрофы предотвратить. С другой стороны, я вижу усиливающееся различие между Восточной и Западной Европой. Например, тот же Орбан, безумный диктатор, по моему мнению, абсолютно, скажем, такой цветок зла в Восточной Европе. И в то же время пародия на, скажем, вырождение демократии в Восточной Европе. Именно, собственно говоря, в Венгрии всё начиналось, как бы, подтачивать, скажем, советский блок. И там же всё это возвращается к диктатуре, он уже хочет, условно говоря, декретами править. И так далее, и так далее. И мы видим, что это будет, конечно же, использоваться. Именно поэтому, я считаю, к сожалению, мы всё ещё не в единой Европе, а мы видим, что мы путешествуем вроде бы по единой Европе, но мы чётко и ясно начинаем осознавать, где Западная Европа с устоявшимися традициями, стабильными традициями демократии, плюрализма. Даже когда речь идёт об ограничениях. И мы видим, что в Восточной Европе мы, я имею в виду именно общество, скатываемся, постоянно соскальзываем в нечто напоминающее, скажем, авторитарные режимы 20-30-х годов. Или в какое-то такое состояние, когда мы закидываем кого-то шапками. Хорошо, вот шапками теперь уже и камнями закидывают. Поэтому я, например, считаю, что, скорее всего, мы вряд ли как общество чему-либо научимся, но мы должны осознавать, что эти запреты во многом, как я уже сказал, это банкротство социальной политики в Восточной Европе, которая, скажем, охмелев от 90-х годов, просто бросилась в неолибрализм. И все мы, все, не какие-то 100 политиков, не какой-то конкретный следующий премьер, не какой-то министр здравоохранения, а все мы, как общество, бросились в неолиберальное «хватай, дёргай и отбирай», и мы не думаем о таких вещах, как солидарность, как общее пространство, как уважение. Я бы даже сейчас сказал, что те же результаты развития бюджета здравоохранения, это во многом результат того, как мы относимся просто к другим группам, к тем же мигрантам, к меньшинствам. Уважаем мы кого-то или нет? Думаем мы о тех слабых, о тех людях престарелого возраста, которым нужны эти аппараты дыхательные, которым нужны столько, сколько нужно, чтобы не отбирали, как вот сейчас в Италии решают, кому умереть, 85-летнему или 67-летнему. Это чудовищно. Но почему они делают? Почему они отбирают одну маску и дают другому? Да потому что масок просто больше. Нет. И нет их не потому, что их кто-то украл, как в старом анекдоте. А где вы видите пыль под ковёр? Ковёр нас коммунисты украли. То есть мы сами украли это у себя, выбирая на протяжении десятилетий во всей Европе политиков, которые просто-напросто создавали свои капиталы, отмывали их, нам рассказывали о всевозможных этнических превосходствах или старых легендах, а в результате в конце концов получалось так, что они проживали наши налоги, это были очень некачественные инвестиции, социальные бюджеты сокращались, как я уже сказал, приватизировалось всё, что двигалось вокруг, и в результате теперь получается, о боже мой, у нас нет масок. Эти маски мы сами отобрали у этих людей. Да, ещё звонок примем перед тем, как закончится программа. Здравствуйте, как вас зовут? Так, ещё звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, я не слушаю вас. Да, я не слушаю вас. Так в этом всём виноват, значит, капиталистический строй, как я понимаю. Подтвердите вы это или нет? Да. Капитализм виноват? Я думаю, что в этом... Видите, капитализм к капитализму рознь. В той же Германии тоже, в принципе, никто не объявлял, знаете, социализм. Но дело в том, что там есть партии, которые представляют другие ценности, нежели чем неолиберальная тотальная приватизация в стиле Тетчера, Рейгана и так далее. То есть мы живём как раз по этому сценарию. Наши социальные бюджеты постоянно сокращались. А сокращение социальных бюджетов — это означает, что, по сути дела, нам с вами этих масок может не хватить. Или аппаратов, или нашим бабушкам, или нашим, допустим, престарелым родителям. То есть всё очень просто. Мы выбирали тех, кто, собственно говоря, в латвийской ситуации нам вешал на уши лапшу в качестве национализма. Неважно, латышского или русского, этого довольно хватало. В то же время, создавая у нас ксенофобию, то есть, в принципе, нам стремительно нужно открывать границы для того, чтобы гастарбайтеры, эмигранты могли восстанавливать нашу экономику. Если я сейчас скажу это публично, а это уже произошло публично, значит, обязательно я стану врагом народа для всех. Потому что, в принципе, мигрант в воображении многих – это просто какое-то странное, пугающее существо. Это не так. Немецкая экономика пережила не один кризис последних 20 лет именно благодаря тому, что это общество открыто по сравнению с другими. Там тоже есть много проблем, очень много проблем. Это общество открыто для мигранта, это общество динамично, это общество, которое привлекает, а не отталкивает. И не отталкивает оно именно тем, что оно приветствует другого. Оно научилось постепенно, сложно, с ошибками. Там не было никакого чудесного рецепта за ночь. Оно научилось признавать другого, принимать его. Это другой теперь работает на, в основном говоря, благо немецкого общества. Да, еще звонок у нас, Денис. Потому что, в основном говоря, мы должны оставаться, прямо вот держаться за себя, только мы белые, лишь бы только никто не прошел. Вот тебе и результат, потому что у нас просто печальный социальный бюджет. Да, здравствуйте, как вас зовут? Денис, Янис, опять же, вы не так, наверное, поняли про капитализм. Смотрите, полный фейсбук этих масок, покупай за сколько хочешь их можешь достать. Откройте ленту. Полный фейсбук рекламы антисептиков. Но цена маски доходит больше 10 евро. Вот вы и сами ответили на свой вопрос. Простая медицинская маска, дайте мне, пожалуйста, 30 секунд. Простая медицинская маска, у меня есть фотография, в Австрии стоит 10 евро. Простая, без клапана, без ничего. Тогда антисептик, покупай, 4 или 5 литров стоит 30 евро. Опять же есть, но у врачей его нет. Я думаю, что за бабусики мы починим и вылечим и бабушку, и дедушку. Если будут у тебя деньги, иди лечись в платной больнице. Ты вылечишь любого, даже, наверное, мертвого. Вылечишь, которого безнадежно, если у тебя будут деньги. А там, так же самое, как в Италии сделали, что простых койко-мест, скорее всего, не хватает. Что там платили 200, наверное, раз футболисту денег больше, чем доктору. Спасибо. Да, спасибо вам. Вот вы ответили, собственно говоря, на свой вопрос. И ценой масок, и рассказывая о, скажем, огромном, скажем, несоответствии различных зарплат и сфер. То есть то, о чем я говорю, я не говорю о том, что капитализм нужно каким-то образом запретить. И я не собираюсь, там, не знаю, экспортировать международную революцию. Никоим образом, давайте не будем вульгаризировать. Речь идет о том, что капитализм должен подвергнуться анализу глубокой рефлексии и трансформации. Потому что капитализм, как таковой, не есть то, о чем мы говорим. Это не тотальная голая прибыль и эксплуатация. Капитализм на данный момент, он уже давным-давно отошел от этих форм, может быть, даже карикатурных, о которых нам когда-то с вами рассказывали. Речь идет о социальном консенсусе. Я думаю, что после коронавируса европейские общества должны прийти внутри себя и на уровне ЕС к какому-то новому общественному договору. В этом договоре те группы, которые, скажем, имеют меньше доступа к социальным благам, капиталам и так далее, должны получить доступ. Условно говоря, надо будет научиться делиться. Еще звонок примем. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Алексей. Денис, интересно слушать. Вот я смотрю, даже ваши вот такие вот события кругом все равно вас не оставляют. Вы глобальный человек, вы смотрите на Евросоюз и так далее. А вам все-таки не кажется, что рано или поздно хотя бы здесь народ все-таки начнет осознавать, что 30 лет назад не на ту лошадь, грубо говоря, поставили, что нужно все-таки смотреть больше на Россию, на возврат туда, на те рынки, на те люди. И тогда иммигранты будут правильные, нормальные люди могут приехать сюда. А неизвестно кто из каких-то арабских стран, как Германия. Ну, какое ваше мнение? Спасибо большое. Мне кажется, мне немножко сложно ориентироваться в вашей географии, там, арабские, из Германии и так далее. Что касается России, я думаю, что на данный момент мы прекрасно видим, каков политический строй в России, и он не изменится еще в долгие десятилетия. Поэтому я думаю, что для меня, это опять же мой собственный опыт и мое политическое убеждение, европейское сообщество для меня – это пространство свободы, пространство прав человека и групп отдельных, это пространство европейских ценностей, которые мне важны. Но каждый волен находить то пространство, в котором ему будет лучше. Еще звонок примем. Здравствуйте, как вас зовут? Владимир, у меня есть такой вопрос. Как насчет баллотироваться? По виду, делать вопросы какие-то депутаты? Извините, вас плохо слышно. Можно повторить немножко? Баллотироваться планируешь куда-нибудь? Нет, я не планирую баллотироваться. Спасибо за вопрос. Нет, не планирую, потому что я понимаю, что, скажем, я могу принести пользу, может быть, обществу другим образом. Не знаю, могу ли я вообще это сделать, но если я буду продолжать вести программу «Зима наступила», мне кажется, мы будем, Вадим, с тобой больше пользы приносить, чем если бы мы с собой сидели в парламенте. Ибо в Латвии, к сожалению, опять же, я смотрю на Германию, если в Германии есть различия политических убеждений, и там люди тоже ссорятся и, условно говоря, дерутся между собой в парламенте, но это всё-таки не мешает им в какой-то период начать думать по государственным, иными словами, над фракциями. В Латвии фракции есть представительство кратковременных маленьких экономических группировок, поэтому очень многое блокируется и, условно говоря, делается назло. В таком агрессивном, скажем, в такой агрессивной атмосфере я вряд ли мог бы существовать. А вот если я буду всё это критиковать со стороны, то, может быть, этот голос может кому-то пригодиться, потому что наши СМИ, к сожалению, тоже государственные. Есть жертва, скажем, коалиции, а независимая от коалиции финансово. Мы знаем, кто сидит в коалиции, люди, которые не нацелены на диалог, на консенсус. И поэтому мы просто должны продолжать дальше критиковать, чем мы и займёмся в рамках программы «Зима наступила». Да, у нас буквально три минуты остаются, даже уже меньше. Вопрос ещё примем, очень коротко попрошу ответить на него. Добрый день. Добрый. Задавайте вопрос. Ну, вот моя точка зрения, что всё-таки Европейскому Союзу надо очень-очень хорошо подумать. Подумать в том виде, который он сегодня существует, он по факту когда-то развалится. Единственное, как я вижу, решение для этого – это делать федеральные государства. То есть, делать свою армию, делать всё прочее, прочее. То есть, делать федеральные государства. Да, федерализоваться, мы поняли, да. Концепт. Денис, очень коротко. Я тоже сторонник федерализма, особенно если мы говорим об экономической политике, о бюджетной политике. Очень многие прерогативы национальных правительств в последние годы неолиберализма для меня опасны. То есть, я считаю, что европейское сообщество может лучше думать о социальной политике, чем, скажем, правительства национальных государств и стран, которые очень часто, ну, в какой-то степени думают в категориях раздела власти. ЕС – это всё-таки наднациональное государство. Ну, что ж, на этом мы сегодня закончим нашу программу. Зима близко, зима наступила. Вот так мы плавно перешагнули эту черту из сериала «Игры престолов». Ну, будет ли, да. Ну, мы, во всяком случае, надеемся, потому что есть такой фильм «Постапокалиптик». Это «День послезавтра» или «На следующий день» ещё есть один фильм. Ну, в общем, много здесь сегодня можно черпать вдохновение. Хотя это, конечно, такой чёрный юмор. Ну что ж, спасибо. Денис Ханов был с нами на прямой связи. До встречи. Всем крепкого здоровья и до следующего разговора. До свидания. Да, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok